Старые песни нового президента. Владимир Зеленский еще не вступил в должность, но он и его окружение уже активно комментируют вопрос Крыма и ситуации в Донбассе. Насколько обоснованы надежды на хоть какое-то урегулирование и почему российское руководство до сих пор официально не поздравляет Зеленского с победой на выборах? Как повлияет указ президента России об упрощенном предоставлении гражданства жителям ЛНР на взаимоотношения новой киевской власти с Кремлем? Обсудим это с московским политологом, экспертом Института стран СНГ Иваном Скориковым. Кроме того, свяжемся с Богданом Беспалько, членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Также узнаем комментарии Александра Ирхина, доктора политических наук, заведующего кафедрой политологии и международных отношений СФГУ. И узнаем мнение, наверное, еще рядов экспертов. Маркова, да, свяжемся с политологом Марковым из России. Действительно человек, который может прокомментировать ситуацию и под внешним углом, и под внутренним. Вань, ну вот начну с заявления бывшего президента Украины Ленида Кравчука, который посоветовал вновь избранному лидеру украинского народа изменить государственную политику в отношении Крыма. Вот он говорит, что необходимо, прям цитирую, необходимо снять все блокады, вопросы, связанные с водой, электроэнергией и так далее, должны решаться цивилизованным рыночным путем. Я сомневаюсь, что Кравчук пытается заработать свои политические баллы, учитывая, что он уже закончил свою карьеру. Как считаешь, прислушается ли Зеленский и его команда к мнению опытного политика? Ну, Кравчук всегда играл такую роль, такого гуру, старца, в последнее время особенно давал какие-то советы, наставления. И в целом его заявление ничем не отличается от того, о чем говорил, собственно, сразу после победы, после появления первых результатов экзекпов на пресс-конференции перед журналистами в Киеве Зеленский. Он говорил, что мы не должны продолжать эти блокады, мы не должны обзывать ватниками, сепаратистами и так далее, ополченцев Донбасса, крымчан, предателями и так далее. Мы должны протянуть им руку и, прежде всего, говорю, что это должно происходить в информационной среде. То есть вести какую-то пропаганду, создать телеканал, который бы плавно, якобы, их мог затянуть назад в Украину. Но для Российской Федерации вопрос Крыма, и это повторил недавно опять пресс-секретарь президента Песков, он закрыт. В 2016 году Путин уже заявил, что этот вопрос даже не обсуждается. Команда Зеленского вообще в целом на Украине говорят, что нельзя обсуждать Донбасс без Крыма. Российская позиция, и она подтверждена множеством мнений самых высших наших руководителей, заключается в том, что Крым это закрытый вопрос. Донбасс, будем говорить. Вот мы говорим о том, что Зеленский, он и позиционирует себя как, во время избирательного процесса, он позиционировал себя как кандидат такой, объединяющий Украину, да. Миротворец такой, да. Но, тем не менее, он описывал свою возможную первую встречу с президентом России Владимиром Путиным, да, где якобы он... Предъявит счет. Да, предъявит счет и примет извинения за Крым, вроде как так. Я думаю, это может быть, бывает первоапрельская шутка, он, кстати, сделал это заявление первого апреля, ну и вообще человек такой, да, с юмором дружит. Но на самом деле понятно, что будь то Зеленский, Порошенко, Иванов, Сидоров, Петров, неважно, кто стал бы президентом Украины, он должен считаться с тем националистическим угаром, который стал мейнстримом за последние пять лет. И, ну, как какие-то мантры, как какие-то ритуальные вещи говорить одно и то же. Там, Крым, это Украина, там, не пяди земли украинской и так далее. Хотя прекрасно понимают, что это отломанный ломоть, который уже не нужен жителям, если просто спросить по улицам Украины. Они прекрасно понимают, что крымчане сделали свой выбор, и в целом, ну, считают их, да, предателями, какими-то сепаратистами и так далее. И, в целом, в общем-то, не хотят, чтобы они возвращались, воевать за них, тем более, и так далее. Поэтому Зеленский просто находится в таком мейнстриме. Если вспомните его заявление во время русской весны, крымской весны, то мы помним, он говорил, что готов встать на колени там перед Путиным, только не было бы войны. Потом заявлял о том, что крымчане, я вас не брошу, буду приезжать давать концерты и так далее. После этого, в своем вечернем квартале, ну, очень нелицеприятные шутки про блокаду. Крымчане, я думаю, помнят прекрасно про то, что перекрыли воду когда, про пробки. У Зеленского будет возможность приехать в Крым, по крайней мере, приглашение уже есть. Даже целый ряд приглашений, да, и на Ялтинский международно-экономический форум. И депутат госсовета Юрий Гемпель приглашал его приехать. Насколько возможно, что уже президент Украины, да, скоро инаугурация, почти, что он примет это приглашение? Ну, естественно, он не примет, потому что любой президент, который приедет с Украины в Крым, он сразу же, ну, будет мишенью просто для радикальных националистов, для вот этих... В принципе, общество украинское, оно, ну, в достаточной степени прониклось вот этой русофобии, антироссийской истерикой, которую при Порошенко пять лет навязывали. И Зеленский, что бы он искренне в душе не хотел, может быть, и приехать действительно, и как-то поговорить с крымчанами, он не приедет. Вот. Другое дело, что все-таки разговор возможен, потому что, помимо Зеленского, надо внимательно следить за словами того, кто, как говорится, его карабас-барабас, да, Коломойского. А Коломойский буквально за несколько дней до выборов на Украине, он говорил о том, что на Керченской переправе вот эту провокацию устроил Порошенко, а не Россия, как информационная машина украинская нам вещала. И даже, по-моему, в ноябре прошлого года он говорил о том, что с Донбассом нужно договариваться и не Москве и Киеву, а именно Киеву и Луганску и Донецку, то есть назвав ДНР и ЛНР субъектами. Естественно, это было не для читателей украинских газет, не для украинского общества, это был сигнал в Кремль. Ну, о том, кто чей барабас-барабас и кто за какие веревочки дергает, мы еще обсудим. А сейчас у нас есть возможность связаться с Богданом Беспалько, членом Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан, добрый вечер. Да, здравствуйте, добрый вечер. Скажите, вот сейчас появилась информация о том, что президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает упрощенные правила принятия гражданства России жителям Донбасса. Вот, наверное, тоже такой действительно решительный шаг, который в значительной мере упрощает жителям Донбасса ситуацию. Почему именно в этот период времени? Что это обозначает? Мне кажется, что, с одной стороны, это недоверие к новому политическому классу и новому президенту Украины, а с другой стороны, сам по себе момент, который проносил неудачно. Порошенко уже не президент фактически, а Зеленский еще не полноценный президент. В данной ситуации, как пощеркнул сам президент, эта акция носит гуманитарный характер. По мнению многих экспертов, она должна уже перезрелась. Так что вполне логично, что сейчас, в удобный момент, она была введена в действие. Задавал уже подобный вопрос экспертам, хочется узнать ваше мнение. Понятное дело, что и сейчас большое количество жителей Донбасса приезжает на территорию Украины для того, чтобы заработать. Просто работать. Оформлять трудовой патент – это дорогая, весьма сложная процедура на территории России. Сейчас появилась возможность в более упрощенном формате, чтобы трудовые отношения складывались. Но не вызовет ли это оттока трудоспособного населения с Донбасса, учитывая, что все-таки и в Донецке, и в Луганске необходимо развивать экономику? Вы знаете, ну сам по себе рынок ЛНР и ДНР, он очень маленький. Это трудоизбыточное государство. Тем более, что даже по отношению к Донбассу, то есть к собственно Луганской и Донецкой областям, они представляют примерно одну треть. Но, вместе с тем, это очень густонаселенные районы. И, естественно, что во время войны многие предприятия либо прекратили свою работу, либо существенно вынуждены сократить. Поэтому выезд в Россию, у которой трудовой рынок гораздо больше, шире и гораздо выгоднее с точки зрения зарплат, для жителей ЛНР и ДНР – это выгод. При этом я убежден, что те люди, которые, скажем, не захотят выезжать, и у которых есть хорошая работа там, в Луганске и в Донецке, в Народных Республиках, по-прежнему будут поддерживать экономику этих республик. Но, в целом, без России ни Луганская, ни Донецкая Народная Республики не выживут. Есть там экономика индустрии или нет. Сейчас это республики, которые входят в рублевую зону. У них есть общая граница с Россией. Это преимущество, которого нет, например, в Проднестровской Молдавской Республике. Спасибо, Богдан, за ваш комментарий. Напомню, на прямой телефонной связи со студией был Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Вань, ну а вот твое мнение на этот счет? Потому что сейчас говорят, что это вызвало своего рода обострение на территории Украины, учитывая, что там уже и созывает Совет Безопасности. Все ждут как раз ответа Зеленского. Естественно, что ответ Порошенко последует и будет достаточно жесткий. Ему нечего терять. Зеленский пока молчит. Я вот продолжу логику Богдана Анатольевича. И, конечно же, это будет выход для многих на Донбассе. В частности, например, для молодежи. Мы прекрасно понимаем, что с дипломами Донецка, Луганска, они фактически остаются в рамках территории ДНР и ЛНР. Многие ребята, которые хорошо учатся, имеют какие-то амбиции, они смогут поступать в российские вузы. Для молодежи это очень важно. Найти себя и дальше... Конечно же, это, к сожалению, приведет к значительному оттоку населения из республик. Но если Россия будет помогать, может быть, даже вкладываться в эти территории, то им незачем будет уезжать. Например, в Приднестровье, тем не менее, конечно, молодежь уезжает, но там сохраняется определенное количество населения. Вот хотелось бы обсудить в том числе и заявление Зеленского о том, что он планирует наказать, после уже официального вступления в должность, планирует наказать тех людей, которые ответственны за ситуацию с полуостровом в 2014 году и за ситуацию на Донбассе. В принципе, он имеет в виду внутри государства этих чиновников, политиков, которые принимали непосредственно участие. Мы можем не стесняться называть конкретно эти имена. Он об этом заявляет, он об этом говорит. И, возможно, простые жители Украины ждут этого. Но по факту, насколько будет возможно ему повлиять на то, чтобы эти люди понесли заслуженное наказание? Ну, я понимаю, что все, что сейчас говорит Зеленский, это все та же риторика «Слуги народа Голубородька». Все будет решаться, конечно, по итогам осенних выборов. Сможет провести свою фракцию, значительную фракцию большинства в Раду Зеленский. И чтобы она принимала те законы, которые он хочет продавить, чтобы поддерживал ее указы и так далее. Тогда все возможно. Кого он назначит на силовые ведомства, а президент Украины может назначать как раз главу СБУ, главу прокуратуры и так далее. Тоже большой вопрос. И поэтому, конечно, это все заявление. А народ, он действительно, он ждет люстрации. И вот, наверное, самый популярный ролик из этого «Слуги народа», да, как он расстреливает чиновников. Собственно, вот ради этого Зеленского и выбрали. Но пока что будем смотреть, что произойдет. Мне кажется, можно будет как-то сложить свое мнение об этом человеке, как политике, конечно, только осенью, после выборов в Раду. Но возвращаясь к разговору о том, кто чей Карабас-Барабас, лично для меня Зеленский – это наемный актер, да? Человек, которого наняли, профинансировали, проспонсировали, раскрутили. Хотя и до этого, да, он был широко известен и раскручен. В этом случае кто будет его дергать за ниточки? Ты уже сказал, да, что у Коломойского есть такая возможность, там некая веревочка. Но, наверное, и Коломойского кто-то там Карабаса-Барабасит. Ну, естественно, что любой олигарх, любой политический игрок, весомый на Украине, он зависит от спецпредставителя американских штатов на Украине. Сейчас это господин Уокер, который, в свою очередь, зависит там либо от посла, либо напрямую от Вашингтона. И сейчас, к сожалению, нет независимых политиков, их нету ни пророссийских, даже нет проукраинских. И, конечно же, вот эти поездки к Макрону, восторги, ахи-вздохи, да, Зеленского, как он встретился с весомым, значимым политиком, который после ухода Меркель станет, ну, фактически, политиком номер один в Европе. Конечно же, это показывает то, что он будет смотреть в рот, что ему скажут в Европе, что ему скажут в Соединенных Штатах. В Европе и в Штатах тоже не все так просто, да, демократы наступают на Трампа, евроскептики против Брюсселя активно ведут кампанию против Евросоюза. Поэтому, если Украина станет, ну, скажем так, не очень заметна из Берлина, Брюсселя, Вашингтона, отойдет на какой-то второй план, то тогда, возможно, какая-то там независимая политика, какое-то отыгрывание действительно электоральных интересов. К слову, к слову о независимости. Вот просто в Раде хотят ограничить полномочия Зеленского, да, партия, вот, Самопомич уже выдвинула законопроект, который действительно призван ограничить полномочия президента Украины. Я хочу сказать, что они сделали очень своевременно, да. Один уходит, второй вроде как приходит, именно в этом промежутке, в этом интервале времени они планируют ограничить полномочия президента. Если их примут, то, по сути, Зеленский, ну, если не у разбитого корыта останется, да, то будет такой формальной номенклатурной фигурой. Ну, фактически, мы видели ограниченные вот эти полномочия у Ющенко. В 2007-го года кризис политический на Украине. Да, Тимошенко премьер, Рада большинству регионалов и Ющенко президент. То есть он превратился, ну, в такого немецкого президента, который разрезал ленточки, там, награждал орденами каких-то националистов и толкал речи, там, с трибун для ветеранов УПА и так далее. Естественно, что те, кто сейчас цепляется из старой элиты за власть, они хотели бы, чтобы Зеленский был ограничен. Но у них может это все не получиться, потому что, опять же, Зеленский на выборах в следующую Раду, в следующую Раду вообще будет переформативно. Туда может зайти партия Савченко, может зайти партия Авакова какая-то новосознанная и так далее. Это будет совсем другая Рада, которая легко может вернуть и даже сделать сверхпрезидентский. Павел, ну вот смотри, хорошо, возьмем период времени между тем, как Зеленского выбрали, он начал исполнять функции президента Украины, и тем периодом, когда в парламенте еще будет большинство Порошенко, но еще не наступят выборы в Верховную Раду Украину. В этом случае действительно в стране будет либо двоевластие, либо вообще какое-то непонятное действие. Тогда они не договорятся? Или все-таки есть возможность того, что они найдут общий язык? Возможности. Говорили о том, что есть у Зеленского распустить Раду, но по Конституции Украины, если его инаугурация будет после середины мая, за 6 месяцев до выборов, а выборы 27 ноября будут, невозможно ее распустить, она должна будет доработать. И тогда, конечно же, просто то, что мы видели на выборах против Зеленского, вот этот компромат, вся эта грязь, мы увидим в 100 крат больше. Конечно же, команда Порошенко, команда Тимошенко, старые элиты, те, кто ориентированы на западную Украину, на националистический такой дискурс, они попытаются отыграться, показать, что он просто ничтучемный, ничтожный политик, и у них будет, ну, фактически полгода. Вот, кстати, Тимошенко выбрала мудрую и хитрую позицию, она же после того, как не прошла во второй тур выборов, она все-таки поддержала Зеленского, ну, отчасти, так скажем, да, поэтому, наверное, все-таки мудрое решение, учитывая, что она какие-то бонусы, наверное, себе на будущую политическую игру. Ну, Юлия Владимировна, есть свой ядерный электорат, это, как правило, пенсионеры из села, вот, которые верят до сих пор в эту мать Украины с коцой, да. Вона про тюе, да? Да, ну, я думаю, что не более 10% в качестве Тимошенко проведет следующую раду, если, конечно, не случится какой-то политический теракт против того же Зеленского, если как-то не отыграется вот старая Влада. Ну, говоря о Зеленском, как о уже президенте, который, правда, не исполняет свои полномочия, но, тем не менее, уже планирует какие-то действия, вот, в одном из интервью он сказал, что не планирует выполнять часть минских соглашений, связанных с политическими реформами, которые включают в себя автономию для Донбасса, амнистию участников боевых действий со стороны Луганской и Донецкой народных республик. Вот, в этом случае, насколько это выполнимо и чем чревато, учитывая, что все-таки минские соглашения – это та основа, на которой хотя бы относительно стабильный тоненький мир держится? Ну, он еще сказал, да, что Медведчука из минской группы уберет. Вот, я надеюсь, что это были заявления, конечно, сделанные предвыборными, то есть, ну, или после выборов, до инаугурации, а фактически мы же ждем третий тур, по сути, этих выборов, выборы в Раду, это будет третий тур, как президентских выборов, когда станет понятно, действительно, будет ли властью Зеленского и его команды, его фракции, либо не будет. Вот, что он будет делать после 27 ноября 2019 года, вот, тут-то мы и посмотрим, действительно ли он голубь мира и миротворец, пойдет ли он на то, что я уже говорил, ну, так, пробрасывал такие сигналы Кремлю о готовности мириться и говорить с Донбассом, с Уганском, Коломойский, или нет, мы посмотрим. Все, что он говорит сейчас, он вынужден находиться в том вот националистическом мейнстриме, который сформировал за последние вот пять лет украинская власть. Вань, предлагаю узнать мнение на этот счет у Александра Ирхина, доктора политических наук, заведующего кафедрой политологии и международных отношений СФГУ. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Мы здесь с Иваном обсуждаем о том, что заявления Зеленского относительно Крыма и Донбасса до момента его победы и после они в некоторой мере разнятся. На ваш взгляд, после вступления Зеленского уже в должность президента, какие шаги он будет делать и как они могут сказаться на полуострове и в республиках Донбасса? Я думаю, что Зеленский принципиально ничего не сможет поменять. Он по-другому не сможет говорить о Крыме, о Донбассе. Но будут некоторые оттенки, которые будут отличать его от политики Порошенко. И здесь будет больше касаться той ситуации, что постсоветская история Украины – это определенные циклы. Циклы, связанные с внешним влиянием и с внутренними компромиссами элит. Так вот, ваш вопрос больше касается внутриполитической повестки. Я думаю, что здесь будет формироваться новый компромисс украинских элит, связанный с логикой раздела сфер влияния. То есть, грубо говоря, 6 или 7 формировавшихся финансово-промышленных групп Украины вновь будут ее делить на сферы влияния. И правильно было замечено, что в Раде это все, во-первых, осенью проявится на выборах, с одной стороны. А с другой стороны, победившая Днепропетровская группировка будет занимать доминирующее положение и играть роль некого арбитра. Ну, грубо говоря, на территории сейчас современной Украины, вместо тех тенденций, которые вложил Юченко, потом Порошенко, по счастью, Янукович, который ломал эти компромиссы элит, которые складывались до них. И в этом состоял цикл определенный компромисс и ломание такого компромисса за счет создания вертикали под исполнительную власть. Вот сейчас будет новый этап децентрализации Украины. Он будет неофициальный, потому что любая власть Украины центральная, которая вслух стояет по федерализации или оригинализации Украины, она будет сразу же терять свою политическую популярность. Но принципиально тон Зеленского не изменится. Но вот такие оттенки связаны с дальнейшей децентрализацией, неформальной децентрализацией. Они продолжатся в этом политическом цикле. Спасибо, Александр. Я напомню, на прямой телефонной связи со студией был Александр Ирхин, доктор политических наук, заведующий кафедрой политологии и международных отношений СФГУ. Вань, ну вот с вопроса этого начали, да, я в подводке его обозначил, и обязательно тебе его задам. Почему руководство России не поздравляет Зеленского с победой на лыжах? Ну как же, оно поздравило его в кавычках. Вот сегодня подписали этот указ о паспортизации. Это своего подарочек. Да, в понедельник комитет Государственной Думы по делам СНГ принял заявление, ну фактически назвав передачу Крыма, Украинской ССР кражей. И более того, там в заявлении прямо написано, мы еще вам выставим счет. То есть как нам пытаются постоянно там прибалты и на той же Украине считать там за какую-то оккупацию, да. То есть мы вот еще за Крым выставим счет. То есть, ну вот это такие сигналы наши поздравления. Они, заметьте, были сделаны именно специально, сразу вот после выборов на Украине. Вроде как отметили, да, внимание обратили. Но, наверное, резюмируя всю нашу беседу, хочу итоговый вопрос тебе задать. Насколько обоснованы надежды на хоть какое-то урегулирование отношений между Украиной и Россией? Я, к сожалению, придерживаюсь даже той точки зрения, ну, наверное, в Крыму многие ее поймут, что с нашей точки зрения, наверное, Порошенко даже был бы нам более приемлемый президент. Вот, потому что, ну, если рассчитывать на крах, демонтаж вообще украинской государственности для того, чтобы Юго-Восток, Одесса, Харьков, то есть не надо забывать, что там есть тоже люди, которые тоже хотели быть с Россией. То, конечно, Порошенко еще пять лет, это, ну, просто довело бы до крышки всю украинскую государственность. Зеленский, его дружелюбный, симпатичный, молодой, он, конечно, вот, ну, будет держаться определенное время, даже ему буду прощать любые его ошибки. И самый оптимистичный сценарий, конечно, это некий аналог наших отношений с Грузией. То есть, смотрите, да, после того, как Саакашвили оттуда выгнали, с Грузией у нас восстановилось, значит, воздушное сообщение, грузинские вины появились на прилавках российских, туризм активно развивается, отношения между людьми, они фактически наладились, бизнес, взаимодействие друг с другом, но при этом вот эта риторика о том, что была война в 2008 году, о том, что там отобрали Абхазию и Осетию, она там сохраняется, а мы, соответственно, продолжаем поддерживать эти регионы, эти независимые республики, вкладывать в них деньги и так далее. То есть, одно дело политическая ситуация, другое дело – это отношения людей, бизнеса, там, туризма и так далее. Я надеюсь, что это будет лучший оптимистичный сценарий итогов правления пятилетки Зеленского. Ну, знаешь, даже политики весьма высокого уровня настаивают на том, что действительно вот этого урегулирования в ближайшее время ожидать все-таки не приходится, и питать надежд не нужно. В то же время отмечают, что лучше бы не ошибались. Так вот, Вань, лучше бы мы с тобой ошибались, действительно, все было хорошо. Благодарю тебя за беседу. Зрители, за внимание. Увидимся с вами завтра в этой же студии, в прямом эфире программы «Вечер лайф» и обсудим то, что обсудим. Спасибо.